Привет, друзья, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня история Дианы. Диана приехала в Испанию по учебной визе, и я знаю только чуть-чуть, что она нашла здесь, в принципе, все, что нужно. Любовь, учебу, работу, новую профессию и так далее. И сегодня, в общем, мы подробно с вами узнаем, какой путь здесь в Испании прошла Диана. Диана, привет! Привет, Таня! Давай начнем с того, как ты приехала в Испанию, почему Испания? Приехала сюда в 2017 году, примерно где-то в апреле, и приехала по учебной визе. И я приехала, чтобы учиться в докторантуре, PhD в лингвистике, то есть это вот непосредственно связано с моей профессиональной деятельностью. То есть очевидно, что ты знала испанский, когда ехала, если ехала на лингвистику учиться? Да, ну на английскую лингвистику. Но испанский я все равно подучила, то есть я начала изучать испанский примерно за 6 месяцев до своего переезда, то есть я готовилась основательно. Сама учеба, она не подразумевала каких-то каждодневных лекций и семинаров, то есть это докторантура и такое одинокое дело, то есть научная деятельность есть. Она может быть не такая живая, как в университетах других стран, допустим, Великобритании или Америки, но она есть. Вот. Примерно, наверное, через 6 месяцев после приезда и начала учебы я поняла, что вот мне нужно как-то другим, не то что другим заниматься, но помимо докторантуры начать, например, преподавать, потому что я преподаватель английского языка и думала, ну, надо посмотреть, смогу ли я здесь найти работу. А у тебя было право на работу по учебной визе тогда? Смотри, тогда это было 10 часов в неделю, то есть сейчас изменились правила, да, сейчас больше дается, тогда это было 10 часов в неделю, это очень мало, вот, и, честно говоря, надежды на то, чтобы найти такую хорошую работу, у меня было тоже мало. Ну, то есть я думала, если я устроюсь в какую-то небольшую языковую школу, все будет в порядке. Я начала рассылать резюме, начала рассылать эти cover letters, письма, разослала примерно, наверное, больше, чем 30 школ, и из одной школы мне ответили. То есть они вообще не отвечали? Они не отвечают, нет, потому что, ну, я не знаю, учителя не нужны, либо они видят резюме и понимают, что я не нативный учитель, да, ну, как бы это тоже минус. И из этой школы мне ответили. Я пришла на интервью, интервью было полностью на испанском, но тогда я уже могла как-то поддерживать разговор, поддерживать интервью, и они мне тогда сказали, что им нужен преподаватель на один конкретный экзамен, который является и фишкой этой школы. Этот экзамен называется GMAT, и он предназначен для тех, кто собирается поступать на MBA, кто собирается поступать на докторантуру в Штаты, например, или Великобританию, и кто собирается заниматься научной деятельностью. Этот экзамен не имеет ничего общего с английским языком, в плане это не как IELTS или TOEFL. Это скорее экзамен, который проверяет ваши аналитические способности и уровень IQ. Он состоит из двух частей, и им нужен был преподаватель именно на английскую часть. У них уже был преподаватель прекрасный, просто с таким багажом знаний, что мне не снилось. Но он уходил на пенсию в то время, то есть им нужно было замену искать. И они мне сказали, слушай, мы вот ищем человека, уже три года мы не можем найти, давай посмотрим. Я этот экзамен вообще в первый раз в нем услышала тогда, и думаю, ну почему бы нет. То есть я всегда говорю да всем вообще начинанием, возможностям, поэтому я подумала, это мой шанс. И примерно, наверное, вот три месяца я ходила на его лекции, на его уроки. Через три месяца он уже начал меня интегрировать в свои занятия, ну и все, так и понеслось. И то есть вот эти 10 часов в неделю у тебя были, соответственно, ты шла именно на 10 часов в неделю работать в эту школу? Да, да. Тогда еще не было вот этого права, мы не оформили, не сделали разрешение на право на работу, и поэтому они меня просто пробовали. То есть подойду я или не подойду. Потому что многие учителя, кого они пробовали, уходили после одного часа пребывания. И просто не понимали, что это не для них. Ну я, значит, осталась, и все уже там через 6 месяцев они поняли, что все, можно меня отпускать и давать мне группы. Руководитель школы мне сказал, слушай, давай будем тебе делать разрешение на работу у нас, давай будем делать контракт. И тут нужно очень важный момент учесть, что в таком случае контракт заключается через университет. То есть не непосредственно с вами он заключается, а через университет. Университет должен дать вам согласие о том, что вы как студент можете работать в этой компании. То есть что мы сделали? Сначала я написала письмо своему университету, руководителю научному, декану, объяснила ситуацию, что в какие часы я буду работать, в какие часы занятия, что это никак не будет препятствовать моей научной деятельности. И затем они одобрили. Затем делается конвению, такой договор своеобразный между университетом и компанией. Через хистора компании. И после того, как соглашение уже есть, со всем этим пакетом документов, это был очень толстый пакет документов, что свойственно для Испании, мы пошли на интервью в департамент Детрибай, это Министерство труда. Всей подготовкой документов занимается компания. Она полностью возлагает на себя все труды, все материальные трудности и тяготы с этим связаны. Это не дешевое дело, поэтому так мало людей, мне кажется, находит работу. По контракту официально будучи студентами. Потому что для компании это совершенно невыгодно. То есть вот такой путь идет компания, чтобы дать тебе работу ради 10 часов в неделю. Ничего себе. Ну там всегда можно подкорректировать, знаешь, и разные есть способы. Но условно это все те же разрешенные, только тебе по визе. Да, чтобы по крайней мере был трудовой контракт, чтобы у них было легальное основание меня держать как сотрудника, платить зарплату, чтобы я отчислял налоги и так далее. И уже как бы в этой системе налогового обложения социального страхования уже присутствовало в Испании. Да, это очень долгий путь, трудный. Но вот компания, учитывая долгий путь, когда они искали преподавателя на этот экзамен, то есть они согласились это пройти. Ну мне кажется, у нас тоже произошел какой-то коннект с руководителем школы. Она нетипичная испанка, то есть у нее очень такой холодный бизнес-подход. Ты работаешь, она сказала, ты знаешь, у тебя нет татуировок, это очень большой плюс. Да? Ну потому что, ты заметила, да, здесь очень большого количества людей татуировки, это неплохо. Я спряталась в татуировке, сейчас это так. Но так как публика, студенты, которых мы обучаем, обучали, это были студенты, которые поступали в самые крупные, крутейшие бизнес-школы, то есть нужно было такое делать, как бы определенный имидж, да, то есть это там дресс-код, имидж, и создавать впечатление, что мы очень серьезное учебное заведение, да, поэтому вот меня наняли, возможно, потому что у меня нет тату, вот как бы это не звучало. Ну и вот, мы потом пошли, значит, со всеми документами в Министерство труда, там нас ждало интервью с работником этого министерства, и нас спрашивали такие вопросы, как, ну вот почему она, почему вы ее нанимаете? И там нужно было рассказать всю историю моего образования, труда, кем я работала раньше, почему я сюда приехала, где я сейчас учусь. Моя босс тоже, она должна была все рассказать, вот, мы еще уже три года, мы не можем найти. То есть им нужно дать обоснование, почему не каталанец, почему не испанец, почему не европеец, почему она. Интервью длилось примерно где-то час, мы сдали весь этот пакет документов с копиями моих дипломов, всех сертификатов, которые у меня есть, и стали ждать. Примерно через 9 месяцев разрешение все-таки дали. Через 9 месяцев? Да, да. То есть помимо того, что ты сначала там несколько месяцев ходила, изучала вопрос, подходишь, не подходишь, и после этого еще 9 месяцев ожидания, то есть а сколько у тебя была тогда рабочая виза, на сколько лет? Ой, прости, учебная. Она продлялась каждый год, и когда ты учишься в докторантуре, то там достаточно, знаешь, это вот все плавно и гибко. Докторанты люди творческие, знаешь, особенно те, кто лингвисты, вот, и они, ну, ты учился первый год, точно тебе продлят на второй год, потом мне еще раз продляли пару раз, ну, то есть это было совершенно нормально, потому что у меня докторантура не бесплатная, она платная, совершенно, поэтому им как бы интересно иметь студента, да, и совершенно, они не против, чтобы там продлять тебе визу. Так я начала работать на эту компанию. А эти 9 месяцев ты не работала, или ты, ну... Не работала. Сейчас уже можно сказать. Да, я работала, потому что, ну, компании нужен был преподаватель, а мне нужна была работа, и мы нужны были друг другу, соответственно, я не могла просто исчезнуть из их жизни, да, на 9 месяцев. То есть компания тебя так долго ждала, заплатила за тебя все взносы, все, вообще, все, что нужно, и ты оттуда в итоге ушла, правильно? Я ушла, проработав там 4 года. Мы расстались в таких хороших отношениях, несмотря на ее суровый характер. У нее там тоже есть свой подход, она где-то тоже там пытается где-то недоплатить всегда, но нужно всегда очень четко, если вы работаете, особенно если это небольшая компания, нужно все отслеживать, все номины обязательно просматривать, как вам платят налоги, бывает, что такая тоже интересная система, да, как вот они налоги списывают, ну, то есть как вы платите налоги, и бывает, что, например, вы платите мало налогов по номине, но потом, когда вот вы делаете этот декларацион Деларенто, потом сейчас все спишут, вот, поэтому нужно очень осторожно все смотреть обязательно. Пару раз, вот в начале, особенно, да, когда мы заключали договор, я проверял все со своим адвокатом, чтобы нигде никаких подвохов не было. А, то есть лучше все-таки иметь все равно своего хистора, который в год будет это все заполнять, проверять, смотреть, чтобы точно все было. Там заполнять не нужно, достаточно просто проверить контракт, они вам все равно дают время на изучение контракта, посмотреть с кем-то, кто знает, кто может определить какие-то подвохи и схемы, да, потому что, ну, они пытаются где-то вот что-то, да, ну, не обмануть, если, но себе больше в пользу, да. Вот, а почему ушла? Нашла какую-то лучшую работу или закончился срок учебной визы, нужен был полноценный контракт? Нет, это было связано не с визой, то есть там уже, когда университет дает разрешение на работу, уже с учебной визой это не связано. Ушла я с той работы, да, потому что я начала искать какое-то более перспективное для себя направление, я всегда хотела работать в тех компаниях, типа Амазон, например, вот, и весь прошлый год, у меня родился ТЭВ, и весь прошлый год я посвятила учебе и переориентации профессиональной, то есть я проходила курсы UX-дизайнера, UX-райтинга, и в итоге нашла работу в качестве instructional designer. На русский пока что это не переводится, на испанский тоже, у меня даже в контракте так и написано instructional designer. А что ты делаешь? Вообще instructional designer – это человек, который отвечает за тренинги в компаниях, вот, то есть, например, в компании люди учатся чему-то, да, или, например, происходит онбординг, и кто-то должен эти курсы составлять, программы составлять, вот обычный instructional designer занимается этой работой. Помимо этой работы я в своей компании занимаюсь еще, у нас интересный очень проект, мы делаем приложение для изучения языков на основе искусственного интеллекта и аватара, вот, сейчас я занята этим. То есть ты из лингвиста, практически из доктора переучилась на профессию, которую сейчас, ну, все рекомендуют, мне кажется, учиться на какие-то цифровые профессии. Да, 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 это просто я сама проходила курсы. Последние два года на той работе, которую я нашла, то я там уже занималась, конечно, такой деятельностью, я там делала и составляла программы, то есть не так, что из учителя я резко перешла в ту сферу, в которой я не являюсь экспертами, в которой я никогда не работала, то есть я уже там работала и уже понимала, чем занимается вот этот сам instruction designer. Поэтому, когда я приняла решение о том, чтобы менять работу, я понимала, я буду этим заниматься, но уже только вот в техкомпании. Прости, а с визой вопрос, у тебя была учебная-учебная, в какой момент ты модифицировала резиденцию? Там очень простая история, я познакомилась с... Он был моим учеником, вот, это был не ученик школы, то есть там все табу, и это был просто друг знакомый, который решил тоже изучать пациент английский, и так, в общем-то, у нас свертелось, вот, и сейчас у нас ребенок. Он понимал, что вот у меня там есть амбиции, что я хочу расти дальше в профессии и найти новую работу, он говорит, слушай, ну давай мы сделаем эту пареходечу, и вот у тебя там все будет. Это был самый простой путь, Таня, поэтому, как бы, тут я не какой-то там работник супер, да, которого там берут по контракту, потому что там нет таких больше. Нет, это вот конкретно в этой ситуации произошло таким образом, это самый простой способ. Прости, а можно маленький вопрос? Все рассказывают и говорят о том, что в Испании очень низкие зарплаты. Это так? Сколько ты зарабатываешь? Ну, средняя зарплата учителя английского языка, если учитель работает в школе, это 13-15 евро, 20, да, если это, ну, такая прям... Тысяч в год? Нет, нет, нет. Или в час? В час, например. Учитывая, что курсы наши, да, вот наши вот этого джима от экзамена, они достаточно дорогие, и учитывая, что учителя вот именно в этом экзамене сложно найти, то они мне платили достаточно хорошо. То есть я не жаловалась, и найти такую же почасовую зарплату в другой школе было просто невозможно. Вот, поэтому я это понимала, и поэтому я держалась и любила и свою работу, и делала максимально ее хорошо. Ну, то есть это как везде, да, что мало-мало-мало платят, но если ты хороший специалист и не работаешь... Это очень такая, знаешь, узкая специальность, и действительно, что вот, ну, так получается, что мало людей могут делать это. И, значит, ты понимаешь, что надо что-то менять. Да, я поняла, что нужно что-то менять. Начала поиск работы другой. То есть с чего начался мой поиск работы? Сначала я, ну, вот, в общем, посмотрела, да, промониторила, что сейчас есть на рынке, какие востребованы специальности. Мы все знаем, что в Испании высокая безработица, что очень много молодых людей находится без работы, в поиске, заканчивают университеты и не знают, чем заниматься. Ну, как и в России иногда бывает. И я подумала, что я могу такое предложить, да, из тех качеств, которыми обладаю, чтобы занять вот это вот место на рынке и найти работу, которая меня устраивает. И начала смотреть UX направление, сейчас очень популярно, и оно прямо, если, например, там, несколько лет назад еще никто не знал, что такое UX, не существовало UX дизайнеров, то сейчас это то направление, которое активно развивается. Поэтому вот я могу порекомендовать тем, кто сейчас в поиске себя, может быть, переориентируется, посмотреть направление UX дизайн и UX writing, то есть, или контент дизайн, или контент writing, да, то есть вот эти направления очень популярны. И нужно знать английский обязательно, соответственно? Обязательно, обязательно, то есть без английского никак, вы даже не можете, к сожалению, не можете даже претендовать на работу в этой сфере, к сожалению. Но английский, я думаю, достаточно знать на уровне B2, C1, но испанский, потому что у меня было очень много собеседований, которые проходили, часть на испанском, часть на английском, и примерно вот надо на одном уровне показать владение языками. А у тебя были какие-то знакомые, которые вот этим UX дизайном занимались, или ты просто гуглила это, или как вообще тебя вынесло в эту сторону? Нет, вообще никаких знакомых, просто у меня была, Таня, очень такая мощная, знаешь, мощное желание найти что-то новое для себя, и я просто смотрела, какие направления сейчас популярны, учитывая те навыки, которыми я обладаю, учитывая то, что мне нравится делать. Вот, и в прошлом году я начала проходить курсы, то есть я ходила даже, были какие-то конференции для UX-райтеров, UX-дизайнеров, я просто приходила на эти конференции, задавала вопросы. Потом я начала проходить разные курсы, которые я просто находила, есть такой сайт, который называется Доместика, там много испанских курсов, они по разным направлениям, я прошла там курс UX-райтера. Сама обучилась, как дизайнить в фигме, проходила разные там челленджи, вот, и сделала себе портфолио, вот, именно. И сколько времени ты на это потратила, вот с нуля, с начала, как тебе об этом вопрос? Ну, это, наверное, вот полгода прошло, то есть я вот, именно полгода я все работала в направлении UX-дизайн, при том, что у меня был ТЭО тогда еще маленький, вот, Лана, и у меня была еще основная работа, да, то есть уроки-то у меня были все равно, то есть у меня был этот декрет небольшой, 3-4 месяца, да, и все, потом начались уже эти учебы, уроки, и вот этой самообразовательной деятельностью я занималась с 12 ночи до 2 ночи обычно, вот, то есть я испала очень мало в прошлом году. Потом я начала искать работу, и я понимаю, что без опыта работы UX-дизайнером, ну, вообще ничего невозможно найти, ну, я просто поняла, что эта специальность, она, ну, как-то вот может идти смежно с тем, что я могу, или там, умею делать, но это не будет моей основной сферы деятельности, потому что у меня нет опыта работы, вот, а, например, идти куда-то интерном, ну, у меня уже, я думаю, что не тот возраст, и, как бы, по деньгам там, да, они не очень хорошо платят, я подумала, окей, что я еще могу делать, и просто начала смотреть видео на LinkedIn, на LinkedIn я просто тоже подписывалась на всех, кто, может быть, интересен мне, я полностью поменяла свой LinkedIn, профиль, там, просто сделала его невероятно привлекательным. LinkedIn, наверное, это стал таким основным для меня инструментом поиска работы, вот, или соединение с тем, кто находится либо в том же поиске, либо каких-то поиска экспертов, вот. Потом нашла направление вот instructional design, я поняла, что я уже этим занимаюсь в своей компании, уже это делаю, но я просто об этом не знаю, вот. И потом в компании я, для своего портфолио я сделала, там, два или три проекта, бесплатно для них, вот, чтобы у меня был просто опыт для портфолио, чтобы я могла туда что-то вложить. Они были очень рады, они не знали, что это делать, да, я говорю, слушайте, давай я вот это сделаю, они такие, ну, давай, надо же, какая инициативная, вот, и, и так просто делала, и наполняла портфолио. И вот UX-дизайн, может, не выстрелил, а вот instructional design вообще зашел. И начала я, получается, звонки от рекрутеров, это начиная, наверное, с сентября или с октября, потому что, ну, вот июль-август, сама понимаешь, да, такие депрессивные месяцы. Наоборот, у них испанцы, мне кажется, такие позитивные. Да, вот у меня была, реально, депрессия в августе, потому что это был такой застой просто, потому что мне нравится, надо постоянно, чтобы была какая-то движуха, и тут просто застой, никто не отвечает, никто не пишет, я понимаю, что просто этот полный месяц у меня, вот, он весь выпадает. Но я потратила тоже его на учебу, как-то отвлекалась, и потом, начиная с сентября или октября, меня повалили вот уже. А ты просто откликалась, откликалась, откликалась на все, что видела тебе интересно. Вообще на все, вообще на все, да. Просто где UX и... Где вот instructional design, вот, на эти специальности, на эти работы я... Их, к счастью, их было много, их до сих пор еще много. У меня было столько собеседований, что, мне кажется, потом я просто уже стала экспертом в собеседовании, в самоуверенности. А отличается чем-то, прости, собеседование в Испании от собеседований в России? Ну, слушай, в России у меня было не так много собеседований, вот, и как-то я там работу находила легче. А здесь собеседования, они обычно, есть такой четкий алгоритм, там, например, от 4 до 5 раундов собеседований. Первый это с рекрутером, и это такое стандартное собеседование, где рассказывают о роли, на которую ты претендуешь, о компании немножко. Не обязательно, там, читать и изучать компанию, они прямо, они тебе сами все рассказывают. И этот тип интервью называется, как они говорят, поведенческий тип интервью, то есть они смотрят, как ты себя ведешь, насколько ты уверен, насколько ты умеешь разговаривать, объясняться, насколько ты логично можешь объяснить историю своей жизни, как ты там дошел до того пункта, что ты ищешь у них работу. Они смотрят на такие же пункты, как, например, доброжелательность, открытость, умение отвечать на вопросы, вот, такие моменты интересуют. Ну и затем, там, второй раунд интервью, третий, вот, где-то ты отпадаешь, где-то ты дальше проходишь. Основная, наверное, черта собеседований с местными рекрутерами, это, что на каком-то этапе они перестают отвечать тебе, да, если, например, не интересованы. То есть, если ты выпала, да, то есть первый прошел, второй прошел, и могут даже не напиться. Они не отвечают, да, но это как вот агенты по аренде жилья примерно. То есть даже не напишут, спасибо большое, мы сожалеем, ну, какой-то стандартный такой форм. Ну, просто некоторые напишут, это зависит от компании, там, например, в Амазоне вам могут написать, что, ну, там, стандартный такой формат. Да, 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 но все равно, хотя бы ясность какая-то. Да, 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 поэтому это нужно иметь в виду, ну, то есть, там, я сама звонила, спрашивала, ну, как там дела, будет ли у нас дальше собеседование, ну, да, мы ждем ответов, ну, ничего конкретного, но меняется тон, и уже вот вы чувствуете, что уже все, как бы, вот, наверное, надо дальше там искать, работаете. У меня было очень много интервью, в какие-то недели у меня было, там, не знаю, по три, по четыре интервью в день, вот. Обязательно нужно, даже если вы не заинтересованы, может, в какой-то работе, надо обязательно подаваться, использовать это как тренинг, использовать это как возможность чему-то поучиться во время интервью. На самом деле, очень полезный опыт, который помогает и навыкам, навыкам общения, навыкам говорения, да, в какой-то стрессовой ситуации. Ну, и спокойнее уже, ладно, потом становишься, когда у тебя 56-ое интервью, ты уже, ну, поехали, давайте, свой вопрос. Да, 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 и вот эта работа, которую в итоге вот я, сейчас, сейчас у меня есть, то есть, она сама меня нашла, то есть, сам уже, когда у вас, когда рекрутеры видят ваш профиль, что, ага, человек, значит, тот, которого мы ищем, обязательно ваши последние работы, или, по крайней мере, вот две последние работы должны полностью соответствовать той работе, которую вы ищете, да, и тем компетенциям. То есть, нужно обязательно отражать все эти компетенции в описании своей работы. И так же там было три или четыре раунда на интервью, может, даже больше, на разных языках, и все, потом, значит. А сколько это примерно по времени, ну, там, я понимаю, что у всех по-разному, но от первого до четвертого? Это неделя, это две, месяц? Ну, это зависит от компании. В испанской компании это может затянуться на, на пять или шесть месяцев, вот. Это так было у меня с одной компанией, в которую в итоге они меня взяли, они мне прослали оферту, но у них были очень какие-то сложные утверждения по бюджету. Они, допустим, могут тебе утвердить, сказать, что да, мы тебя именно берем, но нам нужно вот подтверждение там главного офиса, который находится там в Штатах. И этот, этот период может занять, например, четыре-пять месяцев. В моей компании, моя компания находится, главный штаб в Швейцарии, это не испанская компания, вот. Поэтому там было все как по часам. Первое интервью, следующая неделя, вторая, даже прям, вот я не знаю, в один и тот же день, каждую там неделю, и в одно и то же время, вот. И потом они даже сами звонили, извинялись, извините, пожалуйста, вот я вот уже два дня во мне пишу, извините, мне так дико это было, думаю, это ничего страшного. Еще скажу, оговорюсь, что моя компания не находится, у них нет офисов в Испании, они меня устроили, и так это часто бывает, через компанию remote.com. Это значит, что легально, по закону, то есть компания remote.com, у которой есть офисы практически во всех странах мира, то есть я работаю на них. Ну, это так работает, и, то есть многие очень переживают, а могу ли я работать на компанию, которая находится, допустим, там, Великобритания, могу ли я работать на компанию, которая находится во Франции? Да, можете, если компанию устраивает, трудоустроить вас через компанию remote.com, то есть это возможно, это мой случай. Они сами тебе это предложили, или ты уже это все прогуглила и знала? Мне они сами предложили, они устраивают по законодательству Испании, испанский контракт на испанском языке, но, там, какие-то моменты, может быть, допустим, там, бонусы могут быть такие же, как у всех в компании. А, ну это супер, то есть, по сути, для тебя какая тебе разница, да? Да, мне без разницы. У тебя страховка, и все-все-все здесь. Мне кажется, у тебя настолько нетипичная история, учитывая то, что, я так понимаю, у тебя никаких не было карьерных консультантов, каких-то людей. У кого? Я сама себе была карьерным консультантом. Это просто, чтобы вы понимали, у Дианы двое детей, самому младшему сейчас сколько получается? 15 месяцев. Двое детей, была работа, муж, дом и все прочее, и сделать все это самой, я, конечно, тобой восхищаюсь. Я хочу, чтобы вы, люди, которые сейчас будете это смотреть и думаете, что вот, учебная виза, невозможно модифицировать и так далее. Все возможно, все возможно. Ты меня очень часто вдохновляешь, потому что я начинаю свой бизнес сейчас. Мне очень многое кажется невозможно. Мне, как бы, от хисторов, налогов и всего прочего у меня вот такая, вот такая, вот такая, вот такая голова. Вот, но мне очень приятно, что мы с тобой сегодня именно встретились, потому что сегодня я узнавала про все налоги. Я надеюсь, что, ну, правда, нет ничего невозможного. Да, нет ничего невозможного. Я приехала сюда вдвоем с дочкой. Мы вдвоем сюда приехали, и, наверное, что мне помогло, это просто уверенность, что все будет хорошо, я все смогу. Вот, и были люди, те, кто тянули назад, те, кто говорили, ну, и что ты тут одна сможешь, что у тебя получится, да у тебя же там, ну, и как бы, вот, поддержки нет, друзей нет. У меня тут, когда приехал, у меня не было никого. В итоге, я думаю, что, что реально помогает, это инициативность, проактивность, уверенность в себе и трудолюбие. Вот, без трудолюбия тоже бы, как бы, ничего не вышло, и просто нужно работать и идти к своей цели. Вот, я думаю, что это основное. Справедливости, вот, ради вопроса, у тебя была какая-то большая, значительная подушка безопасности, или ты всегда должна была, ну, здесь понятно, что какие-то деньги были, но все равно нужно было думать о том, чтобы обеспечивать себя, зарабатывать и так далее. Или ты была в финансовом плане довольно спокойно, у тебя было время? Нет, я не была в спокойном финансовом плане, это, ну, все равно я работала учителем английского языка, да, да, у меня там были какие-то и свои занятия, и в школе, где мне неплохо платили, но не так, что я приехала сюда, и там у меня, значит, там в Москве, там в Кирове или в Нижнем Новгороде квартиры сдаются, да, я тут, нет, такого не было, да, то есть я приехала, это был риск, риск мой, риск для дочери, но я решила рискнуть, вот, и почему бы нет? Ну и просто, да, то есть, наверное, жизнь тоже здесь меня очень научила грамотно распоряжаться финансами, где я могу позволить себе потратить больше, где нет, и, в общем-то, созреть во всех смыслах этого слова. И в итоге все получилось? Ну, я думаю, что да, да, то есть уже там та должность, которую я занимаю, уже мне нравится, устраивает, у нас прекрасная команда, меня там все полностью устраивает, и это, наверное, тот случай, когда, да, ты просыпаешься и реально хочешь скорее, у меня вся работа проходит онлайн, и, учитывая, что двое детей, удобно очень, где-то я там закинула детей в школу, пришла, начинаю работать, вот, поэтому, поэтому, да, с этим повезло, но, опять же, везение вот столько, а работы вот столько, трудолюбие, немножко удачи и просто вера в себя, то есть нужно в себя обязательно верить. Спасибо большое, Диана, очень приятно было с тобой познакомиться, поговорить. Ребята, подписывайтесь на канал, отправляйте это видео тому, кому вам кажется это может быть полезно, правда, верьте в себя, без веры в себя мы бы, ни я, ни Диана, здесь бы сейчас не сидели. Увидимся на следующей неделе, всем пока! Пока!